я вас приветствую у меня прекрасное утро первого осеннего дня но по внешнему виду осенний от летнего у нас не очень отличается и от зимнего тоже за исключение вот таких деревьев как вот эти вот платаны они сбрасывают листья и поэтому тогда можно отличить когда у нас зима когда лето это такси номером который можно вызывать 303 тысяч это единственный номер который я помню легко запоминается и поэтому если вдруг надо такси то я всегда вспоминаю этот номер но если кто не знает или забыл те живут в этом доме вот в этом доме мои окна балкон выходят туда на ту сторону и во двор поэтому я живу прекрасном доме прекрасном городе окленд в не менее прекрасной стране новая зеландия а я стою на остановке на автобусной на которой местное начальство жизни не поставила лавочку чтоб посидеть поэтому я сижу вот на заборе так сказать под пальмой вот такой пальмой и ожидаю автобуса а вот эти пальмы выросли при мне я живу здесь уже семнадцатый год и вот это вот вот такая пальма вот это вот тут это вот смотрите она была такая маленькая по высоте и и так вот и и листья доставали до меня вот эти вот вот эти вот на которые вы сейчас смотрите это были такие там сейчас покажу так сказать отростки при корне хочу вы видели как распространяется или растет пальма вот смотрите в нее при корне такие отростки если выкопать такой отросток будет такая пальма она такая знаете довольно это именно волосатая не такой жесткий похожий на конский волос такой и не оторвешь это вот листья вот я же говорю я когда сидела раньше вот эти вот были такие листья ой и не оторвешь его если другого вида пальмы вот рядом стоит такая пальма там там вверх пошла мне такой гладкий ствол то есть бывают очень разные а вот я смотрю валяется знак видать его этой ночью веселые люди которые любят повеселиться по описывать все кругом они его сбили и вот сюда выкинули уже сбили а может знаете отодрали отломали ну знаете тут таких этих которых с головой не все в порядке и которые любят писать на домах обрисовывать их тут полно куда они делись вот видите на этом доме тоже написано свыни как я говорю свыни они есть везде не дать там ходе вляться ну а я чё я тут стою в общем то я собралась ехать туда вниз пока не очень жарко только начало десятого и я хочу там зайти в магазин посмотреть некоторые формы для выпечки парочку ну затем я там полно всяких разных ну не все не все мне там захотелось еще какую-то так села на забор подожду автобуса потому что сто штук проехали но не все те которые мне надо сейчас я подожду автобуса и мы с вами зайдем в магазин я там посмотрю эти формы для выпечки знаете для хозяйства надо купить кое-что чтобы попасть в магазин который мне надо я встала с автобуса и мне надо пройти через эту аркаду вот туда в ту сторону уже ходили с вами сто раз ну и тут несколько таких переходов через это здание а знаете что я хотела сказать ой так классно что ты на кето диете и тебе все вот это вот ты так смотришь на свете тортики выпечки и прочее и тебя на знаете как-то глубоко безразлично все очень интересно вот это тут где завито зелененький бисквите 550 кусочек а вот эти вот тортики такие очень небольшие 58 долларов ну да такая китайская булочная бы сказать них ассортимент отличается от того что супермаркете ой а внизу а там вот кусочки ну я не знаю сколько они 5 на 5 сантиметров наверное не будет 2 доллара разные 7 доллара вот такой кусочек называется чизкейк чизкейк ну наверно знаете все что теперь что такое чизкейк очень разный бутербродик там внизу вареное яйцо с майонезом и хлеб пять пятьдесят пока все закрыто то что я аж рано 9 9 часов начало 10 а тут такие платьица на очень худенький худенький таких девушек хотя тут ходят такие девушки я поздравляю с ними себя так чувствую дюймочкой вот видите какие классные тупеньки я вот когда смотрю на такое такого полно я всегда думаю буду советское время вот вы такие туфли советское время ой цены пим не было вот как все нужно свое время я даже не с точки зрения молодости там я была молодая да и такие тупли а я с точки зрения что не было такого не потому что я сейчас там уже старое и такого носить допустим не могу ты не хочу а вот именно с точки зрения того что когда ты был молодой тебе такого хотелось а ничего такого не было так куда дать всякие коробочки тут японской еды 1250 коробочка не зашет не соответствует написано тиреяки чикина я вижу приветки вот такие салатики между прочим 11 долларов а вот такая коробочка такая маленькая коробочка 11 долларов в общем то ни на что смотреть это суши суши разные суши такие 1390 просто упаковка такая вот суши с сырой рыбой 1560 1560 с сырым сыном ничего себе ой какие цены хорошие стали а я помню как мы когда приехали такая коробочка стоила 20 лет назад где-то в пределах 7 долларов да еще совсем недавно стоили где-то 11 долларов 12 ну а теперь так куда мне мне не сюда а мне отсюда а теперь цена на все подорожала так смотришь на эти подорожала аж не только на продукты а на такие всякие разные товары которые я сейчас иду посмотреть то тоже цена на них раньше было там 3-4 доллара теперь будет ну я не знаю 9 10 наверно доллара такая леди пошла моего возраста платится не такой веселенькая так тут что-то выгружает так идем 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 монин я поздоровалась с этим мальчиком который выгружает так это принято это прилично мы полагались друг другу и сказали доброе утро Ну, потому что Люди здесь вежливые, очень дружелюбные Вообще Люди, которые Из-под англичан Они такие и есть Вежливые и дружелюбные Ой, как хорошо, еще не жарко Так, ладно, я захожу сюда В хаус Так сказать, всего понемножку Где, смотрю, офисное кресло 209 долларов Вот такое будет оно Выглядит А если такой стульчик офисный То он будет выглядеть На 99 долларов Вот на них цена не поменялась Вот такая, как была 20 лет назад и сейчас Такая точно Погляну Может тут есть на чем-то взгляд Остановить Вот такой сарафанчик 40 долларов Могли бы уже его и понизить Лето уже кончилось Раньше этот магазин, он был такой дешевый Он, в общем-то, открылся не так давно Не этот магазин А вообще сеть этих магазинов В хаус Она была открыта Ну, где-то перед нашим приездом Там незадолго Ну, может, за несколько лет Было все такое дешевое А потом Это был такой дешевый магазин Это игрушки Лего Ничего так цена, да 54, 81 Коробочка А потом Он стал так постепенно Постепенно Дороже, дороже, дороже А продают же такое Знаете, как у меня Старшая дочь Когда была маленькая Говорила Брахлатье Наверное, не брахло А такое Всякое Брахлатье Что это они За какие-то Свои такие вот Джинсики Может, это уже распродажа 40 долларов Клеренс Что же это за клеренс Клеренс Это значит Совсем дешево должно быть Тут такие какие-то Шуртики Шуртики 7,98 Были 14 Ну, наверное, эти джинсы Тоже Настолько А я помню, когда приехала Покупала Ну, тут Всякие разные вещи Тут цены были такие 5 долларов 7 долларов А теперь таких цен Не очень Ой, в этом Сезоне, наверное Будет Или было модно Что-то такое Вырви глаз Если вас удивляет Что тут не наглаживают Вещи То тут их не наглаживают Никогда Потому что Ручной труд Стоит очень дорого В Новой Зеландии И тому, кто Будет там Утюжочком Это наглаживать Такая вот Блузочка 20 долларов Стоит Нужно заплатить 20 долларов В час Кто-то такое Будет делать Никто не будет Делать И поэтому Здесь, пожалуйста Купи себе И потом Хочешь дома Наглаживать Да никто Ничего не гладит Постирали Вытащили Высушили И вперед Разные 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 Юбки Такие Или это Брюки Не вижу Как это они Не брюки Брюки Юбки Нету Но в этом году Появились Хоть немножко Леньте Сколько Черного Это в основном Для работы Вот эти брюки Все ходят На работу В таких брюках Ну я имею ввиду Например В супермаркете Продавцы Ну такое Предметы Дамского туалета Очень красивые Они может быть Даже и не будут Кусючие Но это знаете Вот это У кого там Очень мало И надо Чем-то добавить То вот оно Как раз Такое подходит Это я продолжаю Тему Советских времен Это душу бы отдали За такое белье А что мы носили Даже вспоминать Не хочется Но мы уже Немножко получше Носили А я помню Наши мамы Носили Такое Знаете На пуговицах На пуговицах Ну а теперь Вот такое вот Очень интересное Очень разного цвета И много Всего-всего Разного Ну я иду дальше Хочу Идти туда Уже Где Продаются Формочки Для выпечки Цены такие 14 15 Вот Такое белье Которое Никакое 27 Что это такое Тряпочка То есть она Ничего не держит Она будет только Прикрывать А потом тебе будут Зрители писать У тебя Растянутое белье А оно может У меня не растянутое Может вот такое Тряпочка Которая только Прикрывает тебя Лед такой Такое уныло Тоскливое Ужас какой-то Зачем такое Вообще Выпускать Такие Тряпочки Пылесосики Можно купить Вот такой Для которого Мешком Не надо Вытряхнул Стаканчиком Вперед 119 Долларов Такой Обыкновенный С мешочками 89 Долларов Стоит Здесь Вот такой Называется Digital Air Fryer Знаете Это так название Громкое 99 Долларов На самом деле Это не что иное Как духовка Ну в духовке Что В духовке Что же Горячий воздух Ну и тут Горячий воздух Вот микроволнов Можно купить Такую За 129 Долларов А можно И за 99 И пользуйся И 100 лет Потом Так Это электрические Одеяло 69 Долларов 59 Долларов От размера Зависит Так Это вот Наполнители Знаете Для чего Тут для этого Сидеть Покупаешь Вот так сказать Оболочку Кресла А потом Несколько Мешочка Шарика И засыпаешь Это кресло Так Что-то тут Разобрали все А весы Были 22 доллара Весы Но мне весы Не надо Коробочки Эти всякие Пластмассовые Не надо Я иду дальше Там где Для выпечки А вот такая Раскладная Вешалка Для сушки Белья Которая раньше Стоила 11 долларов А сейчас Стоит 35 Ну я человек Простой Я пошла Из мусорника Пронесла Две такие Домой Новые У меня есть моя Которая уже 18 лет А то я принесла Две новые Знаете У нас же люди Заселяются В дом А потом Поживут Несколько месяцев И выезжают И выставляют Это все Да вот я взяла И принесла Себе Домой Ну а потом Отдала Дочерь У нее там Своих полно В гараже Ну и эти Говорю Забери Пускай тебе Будут Они совершенно Новые Что они будут Тут стоять Так сказать А вот Вот То что мне Надо Для выпечки Так Сейчас я Посмотрю А вот такие Вот силиконовые Формочки Я хотела Посмотреть Еще я хотела Посмотреть Знаете Вот такие Вот Вот такие Всего по 3 доллара Можно парочку взять Это для того Чтобы вот На кето Выпекать Такое Как бы Порционное Тут помните Я выпекала В стакане А можно выпекать В такой штучке Ну тут типа Кексика На один раз Я вот рассматриваю Какая мне больше Нравится форма Вот такая Квадратная Вот типа знаете Для кексов Или вот такая Круглая Это круглая У меня есть Только на 12 штук А это на 6 Я такая Сказала Мне больше нравится Такая стоит Квадратная 11 долларов Ну наверное Я ее куплю Мало-то у меня Валяется Будет еще валяться На одну больше Ну может буду выпекать Тут много Вот металлических Форм Для выпечки Ну у меня Маленькая Есть вот такая Кругленькая Больших две Так Ну ладно Сейчас я подумаю Какую мне Хочется Весы вот есть 28 долларов Мини-процессор Такой Нажал Он будет у тебя Работать Не знаю На батарейке Наверное Работает И как можно Быстрее Выскакиваю Из магазинов Потому что Из-за того Что там Кондиционеры Работают Знаете Как сыро Где такой Здесь выходишь Немножко Как из бани Поэтому я И не хочу Дома у себя Иметь Никакого Кондиционера Никогда Мне вентилятора Я его за это Лето Два раза Включала Второй раз Кстати Вчера Вот я купила Такую формочку Такую Квадратненькую Вот такие Квадратненькие Кексы А помните Как в советское Время Если кто помнит 16 копеек Были кексы С изюмом Такие Вот такие Квадратненькие По крайней мере У нас в городе И две таких Формочки Поэтому Сейчас я На автобус И Домой Посмотрю Там Какие есть Рецепты Интересные На кету Обновить Обновить Новые Формочки А знаете Что в этих Формочках Можно делать Что называется Жульен Только я бы хотела Побольше А то это как бы Маленькое Для жульена А вот я попробую Для выпечки Ну как интересно Сейчас посмотрю Может что-то и Выпеку Такое Подходященькое Для своей Кетодиеты Наверное Встретимся уже Там На кухне На моей Если не будет Очень сильно Жарко Сегодня Ага Встретимся